Боже, будь милостив ко мне, Гришна, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчислава согрешил Господи, прости меня грешно и помилуй. Святись и святись, а Новый Иерусалим, слава Богу Господне на Тебе, Россия. Приходи и веселись и сегодня, Ты же чистая красующая Богородица, о восстании Рождества Твоего. Слава Твою, Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе измеряя Господи, Существа Христа, Тебе Божий, Могут вы ради причистой Твоей, Амапери, и силы щестного жертвящего Креста, Святых Ангелов наших Хранителей, и всех ради святых помилуй, Благи Ти и человека любят. Аминь. Боже, с милостью будни грешному, Создавай мне, Господи, и помилуй меня. Ты счастливый, Господи, прости меня грешного, и помилуй. Христос воскрес из мертвых смертью, смерть поправ, и сущему грабежу водорова. Христос воскрес из мертвых смертью, смерть поправ, и сущему грабежу водорова. Христос воскрес из мертвых смертью, и сущему грабежу водорова. Святый Боже, Святый Крепкий, и Святый Бессмертный, помилуй нас. Святые Божие, Святые крепкие, Святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидится Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Аминь. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наших. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Став после снам, преподаем к стопам Твоим благе и ангельскую песню. Возглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят Ты, Боже. Молитвами, Богородицы, помилуй нас. Слава отцу и сыну и святому духу. С постели от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой, просвети сердце и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя. Святая Троица, свят, свят, свят Ты, Боже. Молитвами, Богородицы, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружатся. Так со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже. Молитвами, Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава отцу и сыну и святому духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Восстав после сна благонарю Тебя, святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное этого человеколюбия, и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить власть Твою. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться слову Твоему, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою стамы, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Придите поклонимся Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Псалом, Игнотий Тихович. Псалом 46. Восплещите руках и стеатты, воскликните Богу глазом радости, ибо Господь Всевышний Страшен, великий Царь на всей земле, покорил нам нагруды и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше, красу Якова, которого возлюбил. Вошел Бог при восклицании, Господь при звуке кругном, пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог, Царь всей земли, пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле Своем. Князья народов собрались к народу Бога Аврамова, ибо щиты земли Божией Он превознесен над ними. Велик Господь и все хвален в ограде Бога нашего, в той горе Его, прекрасная возвышенность, радость всей земли, и гора Сион, на северной стороне ее город великого царя, Бог в жилищих его ведомках заступник, ибо вот сошлись цари и прошли все мимо, увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там, и мука, как у женщин в рдах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Как слышали мы, так и увидели, в ограде Господа снил, в ограде Бога нашего, Бог утвердит его навеки. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. Как имя Твое Божие, так и хвала Твоя до концов земли. Десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион, да радуется чею действия ради судов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, и пересчитайте башни его. Обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите, да мы его, что бы пересказать грядущему роду. Ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки. Он будет вожден нашим до самой смерти. Слушайте сие, все народы. Внимайте всему все живущие во вселенной, и простые, и знатные, богатые рано, как бедные. Уста мои изрекут премудрость и размышления сердца моего знаний. Приклоню ухо мое к притче на гуслях, открою загадку мою. Для чего бояться мне в одни бедствия, когда беззаконие пути моих окружит меня? Надеющиеся на силы свои, хвалящиеся множеством богатства своего, человек никак не искупит брата своего, и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрый умирает, равно как и невежда и бессмысленная погибает, и оставляет имущество свое другим. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в роды и роды, и земля, земли свои они называют своими именами. Но человек в честь не пребудет, он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть, безумие их, хотя последующее за ними одобряет мнение их. Как овец заключается в преисподнюю, смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними. Сила их истощится, могила жилища их. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, и когда примет меня, не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается. Ибо умирая не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его, хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляет тебя, что ты удовлетворяешь себе. Но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в чести неразумен, подобен животным, которые погибают. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни спаси, припадая к стопам Твоим, взываю к Тебе, не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мною, добровольно распявшийся, скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Божий, и спаси меня. Владыка, человеколюбчив, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаюсь за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире от дьявольского искушения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ибо Ты, мой Творец и источник, и податель всякого блага, на Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твое милосердию, Ты дал мне рабу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не уйди на свои искушения, но избавь нас от лукавов. И дары нам с бодрствуем сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воздать каждому по делам Его, да найдет Он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовы войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинный Свет, просвещающий и освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творения в веки вечные. Аминь. Святый Ангел, поставленный блестимой бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного, не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную опустившуюся мою руку, выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, Хранитель, Покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и садил меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Галина, Наталья, Ольга, Анатолий, Виталий, Надежда, Роман, Татьяна, Янец, Сергий. Ибо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица Дева Радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего. Ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих и благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов. И сохраняя силой креста Твоего, церковь Твою, спаси, Господи, помилуй от самого духовного Игнатия, батюшку Иакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, всех ближних моих и друзей, всех православных христиан. Подай им Твои земные и небесные блага, не лиши им милости Твоих. Посети их, укрепи силы Твои, дар им здравия, спасиные души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Покой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости им все и грехи, вольные и невольные. И дар им Царствие Небесное со святыми в покое Христе. Души рабов Твоих, прадцев, отцов и братьев наших, там где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Ангел Вапияша, благодать нечистая, дива, радуйся, и по киреку радуйся. Твой Сын воскресе тридневен от гроба, и мертвые я воздвигну, и люди, веселитесь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, преподобную богоносных отцов наших и всех святых. Помилуй нас. Аминь. Аминь. Боже наш милостивый и небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту. Ложи в них крепкую веру. Научи их благоговеть пред Тобой. Удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали у Вас славу Твоего имени. Научи их благочестиво, добрительно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми. Дай им здравие душевное и телесное, успех в трудах, избавь их от хитрых козней и дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, помоли Твоего Пречистой Матери и всех святых. Приведи их к тихой пристани Твоего Вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и Житворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Божий наш, возри на детей наших, не спошли на них духа премудрости, разума, благочестия, просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели и узвоили изучаемыми предметами, потребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближнему, во свое спасение. Потому что Ты источник премудрости, и Тебе слава возносим ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Молитесь, Игнарь Тихоевич. Спасибо, Господи, Павел. Молитесь, Игнарь Тихоевич. Александра Михаила Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, папа Эдикта Франциска, Корнилия, Александра. Деодора Тихоевич. Игнарь Тихоевич. Игнарь Священнический, иноческий чин. Игнарь Священнический, служитель миссионерам, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Игнарь Священнический, если угодно Тебе, Господи, смири власти и воинства, и люди страху на них, и через них сотвори благое в церкви Твоей, чтобы издавали мудрые законы, дали достойно жить людям, дабы было еще уделять нуждающимся. И сохранить от покушения на них Владимира, Демитрия, Дамагда, Рамзана, Владимира, Александра, Эдогена, Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине. Четыре, где война идет, и мужчина, цените это мирное время. Благодарим Тебя за услышанное молитву, Господи, по Екатеринбургу. Разрушил замысл нечестипцев, благостровил правителей за такое мудрое решение. Ты услышал молитвы, вопиющих к Тебе, и показал, что эти монашествующие, сколько они вопияли, Ты не исполнил их желания во зло. Ты посрамил их всех. Хвала Тебя, Отец Небес, не дай им погибнуть. Их митрополита Владимир, от которого все зависело. Ну разуми. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе за тихую нервную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Благослови нас, Господи, мудро прожить этот день без искушений. Помоги детям Твоим одерживать победу всюду и везде. Во славу Твою, Христе, Боже наш. Хвала Тебя. Сохрани нас здесь и спаси, селение наше от пожара, от лагов, от нечистой силы живущих там. Андрея, Игоря, Игоря, Сера Тиму и сына Елова, Владимира, брат Игоря, Савель, Людмилу. А любовь Владимира, Владимира, Алексея и Осипа. Тысячи добрых жителей, с детьми, знающими и любящими выставы Твои. А все помилы Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоик, Виктора, Сергея, Савелья, Савелья, Людмилу, Нину, Людмилу. Ты расширка белого община, Натиновая душа, Я в твоем истину стою. Возли на угроза врагов, На их ложь, на их безумие. Усунный день не поменеем, Катериньков. Максима, Александра, Александра, Виктора, Сергея, Людмилу. И нас помилуй, милости Твоей Я ради. Помилуй Я. Богосты и Наши благодетели. Уважаем добро, сохранив расположение к нам Елену. Ледя Милу, Меониму, Татьяну, Юрию, Надежду, Шадуару, Евгению, Наталью, Аллилуйя. Избави от пьянца Павла, Михаила, Андрея, Владима, Александра и Игоря. Найдя отступников. Николая, Михаила, Александра и Юрия, не дай им погибнуть. Посети болящие, дай силу, крепость, перенести все безропотно. И пошли в исцеление Твоем. Валерия, Иллариона, Кирилла, Татьяна, Татьяна. Олимпина, 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 Надежда, Игоря, Мария, Александра, Ангела. Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за пробок, за здоровье и за болезни. Ибо по Твоему благоволению все это может оказаться напольным. Хвала Тебя, Господь, слава Тебе, Велосердный. Сохрани это наше сокровище в интернете. Глазда это в рот тем, кто позволяет нам здесь быть и трудиться. И трудящихся, помогающих Игоря, Юрия, Дмитрия, Виктора. Андрея, Андрея. Вячеслава, Дмитрия. Сергея, Сергея. Виталия. И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Семеновна. Леонтья. Слава Тебе, Боже наш, за это утро. Ибо мы не знаем, что ожидает нас в этом дне. Мужчина за все прославляет Тебя, доверяясь Тебе. Хвала Тебя, наш Господь. Благослови детей Сирии, сохрани и защити, и пошли им все потребно. Мы не даем погибнуть в этой нужде. Мы не даем погибнуть в этой нужде. Господи, Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе, Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авго, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваук. Вся днем для полнослава Его, Аллилуйя. Слава Вышне Богу, на земле мир человека, благословение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, который дал мне веру в Тебя, страх перед Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, который дал мне святую Библию, указал на толкование святых отцов. Как говорится, на канонной церкви. Аллилуйя. Господи, воздай милостями Твоими всем, кто трудился с моей душой и отрастанием, Марией, Степаном, Александром, Михаилом и Анном. Аллилуйя. И все наши родственники, и такие Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елена, Марью и Татьяну. И Романа из Барпа, духа, лжи, упрямство. Найди его, Господи, обрати к святой православной вере. Где он находится, Господи? Не дай ему погибнуть в ожесточении сердца. Припомни его добрые дела. Аллилуйя. Благослови Никиту, Виталию. Даруй. Духовное рождение и ревность к тебе. Пресвятая госпожа Богородица, пресновевая Мария, Матерь Христа Бога, нашего спаси нас молитвами своими. Господи, воздай милости всем, кто помогал нам в наших путешествиях. Павла, Динаиду, Владимира, Дмитрия, Сергея, Надежда Людмилу. Аллилуйя. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога обо мне гречи. Добрый мой ангел. Сколько лет ты хранил, защищал, спасая от видимых и невидимых опасностей. Только в вечности все это откроется. Не покинешь смерть, но сейчас она душа будет разлучаться от тела. И проведи душу, но полный царство. И веди ее в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Помяни. Екатерину, Екатерину, Галину, Рахиль. Езвы, смири, дай добрую веру, дабы не верила же пророку. Ян, креститель, претеща Христов, моли Богу, дорога нас. Мужчина Господи, житель в бедность. Имея пропитание, одежда, быть благочестивым и за Божьим. Никогда не раз встать, никому не завидовать. Во всем быть экономным. Дабы было еще уделять нуждающимся вашей помощи. Аллилуйя. Аллилуйя. Ипитер Христовником, медликищ и чудотворец. Образ крутости воздержания, добрый архипастер. Моли Бога о нас. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Слава тебе. Слава тебе. Слава тебе. Слава тебе. Слава тебе. День прихода нашего отшествия. Слава тебе. Слава тебе. Слава тебе. Слава тебе. Слава тебе. Ты, настоящий. Святы апостолы. И Петр и Павел. Ивангелесцы. Матвея. Март. Духа и Анна, да даруй Господь жажду и следуй Священное Писание, Ибо через них мы думаем о ней жизнь вечная, А они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Болите Бога о нас, и Твои мученики и мученицы, Игнати богоносец, поликарк, сменский, устинк и лошадка, Смайя Дамиян, Андрей Стантерлаты, и он мучен, Климент Криминский, Климент Анфинский, Анфим Николингийский, Георгий Тобедоносец, Антилимон, сорок святых мучеников, Царь Николаевич, и Твоя царская семейство, Владимир, Лениамир, Иосиф, Борис и Глеев, Молите Бога о нас, Чтобы укрепить Господь народ свой, Дабы никто не принял начертания зверя Антихриста, Анфиму, Лениамину, дай веру из прапих, И устраши родителей за ложное воспитание, Аллилуйя! Молите Бога о нас, Святые Отцы и Василия Великий, Григория Богословия, Анжела Тауса, Апанасия Великий и Хрень Сирии, Антоний и Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корниль и Илл, Сергий Радонский, Стефан Кенский, Сарапим, Сарокский, Антавольский, Антараштатский, Аншаншатский, И милый Мефодий, Натенький, Типолай, Макарий, Алтайский, Пиларет, И все перевозчики Священного Писания, Молите Бога о нас, Да сохранит нас Господь, Святой в православной вере, Азамас, Сарик и Поп, Разрушена дверь, И мечта превратия, Аллилуйя! Молите Бога о нас, Святых Желом на Идею, Фекла, Первомученица, Апатина, Самаренина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерсофия, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Тереписуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискилла, Ахилла, Адроники, Юлия, Киприянов и Стива, Молите Бога о нас, Да дарует Господь, Женам и Дямам, Послушание, И молчание, Соловну дрем, Бесцедливость, Бескрадки, покоривость, Галина, Семейство, Евгений, Надежда, Надежда, История, Людмила и Анна, И прими нашу молитву, Возьяне рук, Как жертву вечерней, Благоухания приятна, Перед прессовом благодати Твоей, Господи, Просим Тебя, Услыши, И соедини нашу молитву, С молитвой всех святых, Молящих Тебе на небе, на земле, Любящий Господь, Наша песня, Услыши, Исполни молитву всех, Молящихся о нас, Во благо нам, И просим Тебя, Ради голгофских страданий, Пролитые за нас В Твоей крови святой, Прими нашу молитву, О всех заповедавших Нам молитвей о них, И даруй духовное рождение Патриархам, Папам, Епископам, Священствам и Пастле, И водительства Духом Твоим Святым. Аллилуйя! Аминь! Говори, Господи, Владыка, Слушай и дослышай, Рад Твой! Аминь! Аминь! Христос воскрес всем! Воистину воскрес! Так, немного Хочу сразу сказать кое-что. Ну, вы знаете, Чем в Екатеринбурге закончилось? Прямо от пункта ее передачи. Владимир Владимирович Путин По всей вероятности Дал прямое указание Разобрать, Размонтировать И чтоб сведая не осталась От этой пахости. Иначе размонтировать Сейчас и вышел митрополит Со своим заявлением. Митрополит Владимир Тоже там Екатеринбургский. Но это все полумеры. Мне сейчас нужен собеседник, Чтобы вопросы задал. Я тут мало с кем беседовал, знаю. Так, кто хотел бы. У меня уже проверены, Виталий, не обидьтесь другие, Что я называю Виталия Калиникова. Мы уже как-то на этой теме сработались. Тогда все помолитесь об этом. Виталий, ты согласен задать вопросы? Да, Игорь Тихонович. Как только сейчас закончим здесь, И я еще раз напомню об этом, Ты сразу выходишь. Так, это отдельно мы составим ролик, Как воззвание. Это не оконченное все. И никто не говорит, что самое главное. Что это должно быть? Я первый, вы знаете, об этом говорил. Это безумие, что там сделала церковь. Они потеряли сотни тысяч людей, Не тысячу одну. Таких захожан. А других-то у них нету там, считай, единицы. Так вот, что нужно-то теперь дальше-то делать? Опять нигде в интернете ни слова нету. А я все это на молитве выпрашиваю у Бога. И кроме того, грешный человек, Тращу время, ну по-другому нельзя. У меня не голова, а мусорный ящик. Так, все приходится считать, где не надо. Полностью посмотрел инаугурацию Зелинского, Владимира Александровича, Соседей с нами в Радской Украине. Тоже маленько так под вопросник, Или отдельно там поставить. Отдельно-то может даже, хотя бы небольшой. Так вот сейчас, когда мне вопросы задаются, отвечают, И там делают фотографию, которую поставят на это. Ты умеешь эти фотографии делать? Название ролика там, все как надо. Ну, когда он так вот обозначен? Умеет, умеет он, все. Умеешь? Если умеешь, значит, подумай, как это сделать. Как назвать? Слово Екатеринбург обязательно должно быть. Я бы даже заглавил так. Екатеринбург, дальше точка, и безумие РПЦ. Потому что здесь не вмешался ни патриарх, ни кто. Они поражены. Так. И еще одно слово, если можно там подставить, Сребролюбие. То есть, все было из-за наживы. Больше ничего там нету. И депутатов всех они туда подмяли. И одним рощерком все вычеркнули. Вывозят и выводят сейчас с этой площадки. И они там забетонировали огромные такие столбы. Там, наверное, сантиметров, может быть, 60 толщиною. На которых завалили бетонные стены, отгородились. Все убирать. Все там работает, размонтирует, торопится. Момент наступил. Полностью то, что говорили, молились. Они перед этим и ходили, молились. Там монашка говорит, это по благословению митрополита. Дани Бортани раскрыли, пели, там до воскресенья Бог, священники, все порушилось. Они не имеют связи с Богом. Самое страшное. Бог не слышит их молитвы. Мы должны составить такой ролик, чтобы свет сиял на весь мир. Чтобы под ними постель дымилась. Что они делают? Это враги просто церкви и Христа. Вот об этом вопрос задать. Ну а потом уже отдельно выделить, что в Украине вот это. Я молился, вот инаугурация шла. Я стоял, щетками молился. От начала до конца слушал и всю инаугурацию молился. У меня такое состояние редко бывает. И мне все, что там было, я ничего не хочу там комментировать много. А просто хотелось плакать и плакать. Я едва удерживался, чтобы заслушать до конца. Что там, как было. Все там правильно, все по законам. А мне видела другая картина, что мошкара разлетается. Никого не найдешь. Он молодой. Знает как. Ну все там сделано было как надо. Я не могу не приветствовать, не осуждать. Но я скажу мои чувства. Почему? Я это все на молитве получил. Получил и просто надумал. Стоял и думал. Вот когда я выступал в Акатеринбурге, почитайте мои высказы. Я говорил. Иначе как безумие мне называл. Немедленно дать назад ход. Они не сделали того. Он не вышел, митрополит, на колени не встал перед народом. А я бы там сказал. Я это скажу даже немножко здесь, потому что некоторые к нам не придут. Последствия такие. Его сразу на покой отправить. Этого Владимира митрополита. Из покоя убрать. Построить где-то недалеко какую-то небольшую избушку такую. Совсем небольшую. И окошечко. На это место, где стояла толпа. Чтобы он до самой смерти смотрел и каялся. Смотрел и каялся. И через 40 дней, чтобы перед народом выходил на покаяние. И тогда это будет понятно, что в церкви все-таки что-то есть. Я уж не говорю, там водитель за духом святым. Тех, которых арестовали, немедленно выпустить. Я не знаю, какая там цена, чего, пусть они назначают сами. Это все сделать за счет митрополии. Заплатить месячный отпуск, отправить всех на курорт. 100 человек. Что? Я это скажу. Виталий, там еще что есть. Я не то, что там я злюсь на них или что-то. По-другому нельзя. Выжигать надо до корня. Вот это безумие их. Ну вот и все. У кого что может хочется сказать, я буду когда с Виталем беседовать, чтобы не упустить. Ну так, дослушаем, что сейчас и так бодрствуйте. Обратите в тему, Даша, это важная тема. Вот как раз все одно к одному сходится. И салтырь, который считали, именно к теме Екатеринбурга. Я отошел. Благодарю вас всех. Слово. Так, я хотел сказать про Ликову. Ты где-то там говоришь, я говорил там, что свет Христов и другое. Ты укажи, где я говорил, я хотел бы узнать. Что свет Христов нельзя говорить. Где я не помню такого. Если говорил, то я дам разъяснение, почему я так говорил. Что он сам есть свет. Я согласен с этим. Но где я говорил, я этого не помню. Если ты можешь, то напомни меня. Да, если сейчас. Как найдешь, так скинь мне, пожалуйста. Ты сказал все правильно. Это было, когда канал один. Человек вам писал. У него так канал называется. Свет Христов. И вы вот его там, ну он против вас что-то писал. И вы поэтому, как может быть, по этому пишете. Ну, может быть. Я все правильно, я просто не помню где это. А вон еще, опровержение кого-то. Ну, вот тогда так годится. Благодарю за напоминание. Я отхожу. Дождусь, когда будет конец. Виталий, приготовь картинку. Сильную такую картину. Что там изобразить надо? Подумай. Я умею вставлять их. Меня научил этот Семенов Вячеслав. Я сегодня там, они уже выступили. У него помощник Илья появился. А имя Янинка Федорови. Там совсем маленькие ответы они из него ролик сделали. Но интересно. Я себя не оправдываю, что я смотрел его. Ну, просто я его расположен сильно к нему. А где там показывают победы, битвы, я всем показываю. Когда бывает так что-то нужно. А когда я поражение, я не показываю. Мне это не нравится. Я понимаю, что это выборочно так не бывает. Но я не скрываю ничего. Я говорю как есть. Никто бы не знал, когда меня судили, какое у меня было чувство. Все говорят, ой, как вы вели себя. Ни прокуратура, ни власти, никого не боялись. Говорили, лезали. Я говорю, а теперь, слушайте, внутри меня все сжималось и трепетало. Я не герой никакой, я скрываю. Да хоть никто бы про это не знал, тебя бы так и считали, то ты пример дал. Какой там пример? Как говорят, прозорливый. Так не прозорливый, а прожорливый. Ладно, отойду. Слишком серьезная тема у вас сейчас лежит. Обман, везде обман. Бодрствуйте. Главное, с мощами. Все. Спасибо, Христос, Игнатий Тихонович. Спасибо, Христос, Наташенька, и вас. Спасибо, Христос. Мы продолжаем чтение книги «К истинному православию» автора Игнатия Лапкина. Тема. Итак, бодрствуйте во имя Отца. Я скажу только к этому, что они мне никогда не просят такие материалы. Почему эту книгу я писал? Сорок лет. А она по размерам намного меньше других книг. Отошел. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Иисус сказал им в ответ «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение. Это время близко. Не ходите во след их. И скажут вам «Вот здесь» или «Вот там». «Не ходите и не гоняйтесь, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их, да не обольстит вас никто никак. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Евангелие от Матфея, 24 глава, 4, 5 стихи. Давайте откроем, прочитаем. Так, ну это, откуда это берется, да, что я прочитал, указывается. Еще до сотворения человека, Люцифер, сын Зари Херувим Осеняющий, о котором говорится в 14 главе пророка Исаия, Узекиля в 28 главе, пытается внедрить в сознание ангелов ложь, клевету на Бога, подменить Бога с собой. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. «Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Книга Откровений, Иоанна Богослова, 12 глава, 9-10 стихи. «Это же самое, внедряя недоверие Богу, он осуществлял в раю, внушая Еве и Адаму, что Бог не прав». «И далее во всю историю человеческого рода князь мира сего настойчиво, непрерывно вводит это во все области мира и более всего в Церковь Христову, совершая подмену, заменяя истину Божию ложью, восседая в храмах Божьих, как Бог, выдавая себя за Бога». 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 34 стихи, Пророк Даниил, 11 глава, 36 стих. «Нет ни одной области, сферы деятельности, где дьявол не совершал бы подлог, подмену понятий не насаждал извращением, затемнение ясных истин Божьих, прикрываясь историческим прошлым Церкви». И никогда не добавляясь, что оно было нередко еще и греховное, если бы во всех словах, проповедях, доказательствах своей неправоты служители Божии пользовались следующими двумя изречениями, то скольких крушений миновали бы миллионы доверившихся им слепотствующих прихожан. «Чего нет в Библии, о том не рассуждаем». Святой Иоанн Златоуст «Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте и мне». Святой Кирилл Иерусалимский «Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданной мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Книга Притчей, 30 глава, 6 стих, книга Откровений, 21 глава, 27. «Не случайно дьявола называют обезьяной, стоящей напротив всякого дела Божия, которое он тут же извращает, пытаясь выдать за единственно подлинное, стараясь подмене, подлогу, придать вид законности. Находит апологетов, защитников, референтов, защищающих любое антиевангельское свое установление, идущее прямо вразрез со словами Духа Божия. Цитата. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить приуратно, дабы увлечь учеников за собою». Книга Деяний, 20 глава, 29-30 стих. «Зная происки сатаны, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». 2 Коринфянам 2, 11. «Святые мужи веры на вселенских и поместных соборах приняли правила, предохраняющие проникновение Духа Лести и лукавства в Церковь Христову, ибо дьявол особенно успешно действует там, где нет света на учение предохранения. «Имея сотни обходных запасных путей исказить истину и не допустить спасения человека, противник нашего спасения умело подсыпает яд в пищу, заменяя истину Божию ложью». «Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь». Послание к римлянам, 1 глава, 25 стих. «Вторгаясь в самое святое, необходимо рассмотреть хотя бы некоторые подделки беззаконных». Вначале было все так просто, открыто, доступно, но когда в церкви, со времен выхода церкви из катакомб, появились при Константине массы прихожан, лишь по названию верующих, как и сегодня при свободе вероисповеданий, такие истинные пастыри, как святой Иоанн Златоуст, озаботились даже о том, чтобы тело Христово не было похищаемо волхвующими и врагами. Установили причащение одновременно под видом хлеба и вина. А где вероятность проникновения была меньше, как в алтаре, там причащаются и поныне точно так же, как и преподал Господь Христос в Сионской горнице, отдельно. Подделка, обман доводились до курьеза и казались невероятными. Как же так просмотрели столь явные подлоги? Дьявол отнимает бдительность именно там, где меня обманывать нетрудно, я сам обманываться рад. В вопросах похоти плоти, желания властвовать, делать, как все, наскоро. Лот не знает, с кем спит, с дочерями. Иаков огорчен подлогом тестя, брачная ночь нестойно, который женился. В бытие 19.30.29.23 Подлог дали не то тело. В дальнейшем дьявол совершит подлог тех святых, тел святых, их мощи. И кто когда о том узнает ли? В родильных домах ныне совершаются подмены детей, которых матерям и не показывают, говорят, что они родились мертвыми. А младенцев продают за границу, чтобы богатые могли усыновить их и воспользоваться их органами тела для своих любимых, но больных детей. Третья книга Царств 3.18. И перед заколом оказались преступниками. За подлог. Якова 2.9. Весь мир лежит во зле. Там дьяволу легко управлять и без хитрых подделок. Во всем подражая Богу наоборот, он провел эксперимент над Россией, наобещав построить в кавычках светлое будущее, но только без Бога. Земной рай построил ГУЛАГ и установил свои святые дни, мощи, праздники, говоря, вот боги твои. Третья Царств 12.28. У христиан праздник праздников, светлое Христово воскресенье, победа над дьяволом, над злом. Лукавый дух установил свою победу. Седьмое-восьмое ноября победу над святостью, над порядком, устроив ад на земле. У христиан праздник возрождения Духа Святого, объединения всех уверовавших в церковь, Святая Пятидесятница, День Святой Троицы. Я установил день памяти объединения темных сил, шабаш ведьм и колдунов, вальпугревая ночь, первое-второе мая, смотри слова иностранных слов. Также два дня, Духа в день, подобный тому празднику, который был в Иудее. Третья Царств 12.32. И вместо благовещения, позорный день 8 марта, цинично опозорив женщину. И также выставили стражу у тела своего мессии в мавзолее, мессии в кавычках, а воскресения нет и нет, хотя он, по их поэту, и теперь живее всех живых. Крест заменен на пятиконечную масонскую печать, страшную звезду. Третья ездра 15.40. Вместо Библии, капитал, и трех вождей, четвертый не вписывается, его убрали. Нет ни одного действия или события, которые сатана не постарался бы скопировать. И тут же находятся апологеты, ротовые, никодимы, защищающие все это лояльностью, иринологией, новым мышлением, общечеловеческими ценностями. Любое безумие объявляется за откровения свыше, за благо народа, а о всем, что не поддерживает эти бредовые идеи дьявола. «Кто не за нас, тот против нас». Сравни Матфея 12.20 и Марка 9.40. Марка 9.40. «Кто напоит ваш чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно, говорю вам, не потеряет награды своей». И Матфея 12.20. «Трости надломленной не переломит, и льна курящего не угасит, доколе не доставит суду победы». «Нечистый дух не просто ищет, где поселиться, но там, где не занято святым, но там, где чисто, выметено, особенно там, где истинно было принесено покаяние и правильно принято крещение, кто воистину вышел из его рабства. Туда он делает прорыв, если душа-то не заботится жить в духе святом». «Но зацепает в лене, в неге, предается обольщению похоти и мзды, и погибает, как в местилище семи злейших. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». «Вместо Христа нечистый является сам, даже святым, если хотя на мгновение они теряли бодрость. Исаак Печерскому явление такого, в кавычках, Христа, едва не стоило жизни за то, что он поклонился ему. «Память 29 декабря, святая Иулиания. Бес явился ей в виде светлого ангела». Цитата. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света». 2 Коринфянам 11.3 И 14 стих. «Память 1 сентября Симеону Столпнику. Сам Бог сохранил жизнь, когда Он поверил уже Христу, пришедшему взять Его на небо. Неопытные и невозрожденные пастыри говорят, хотя мы и крестим неправильно и не катехизируем людей, но и капля воды имеет силу благодати. И для чего-то же пришли эти люди, а благодать уже потом довершит все и будут эти люди верующими. Здесь и невежество, и подмена понятий, и домыслы, что будто бы кто-то будет верующим. Если бы такие горе-священники начали вести записи всех, кого венчают, ведь большей части венчаются, все же молодые, то могли бы сказать, а где же они, если в одну ночь не превратились в немощных стариков и старушек, стоящих по храмам? Где же они теперь? Где те, кого причащаем, крести венчаем? Где эти толпы массы? А для чего тогда бес приходит в храм, встает на место настоятеля, смотрите житие Макария Египетского, память 29 октября, Иоанн Хазевит. Бес припал к ногам, прося благословения у него, и вдруг ухватился за ноги и опрокинул. Не эти ли лжекрещеные все опрокинули и в дисциплине, и в иконописи изображая крестящегося Христа, стоящим на берегу, а Иоанна Крестителя, льющим на него из раковины. Изобразили, списав со своих лжекрещений. Житие Никиты, память 31 января. Во время пения бес начал подпевать, создал благоухание. Иоанн Прозорливый, память 27 марта. Бесы просили прощения. Прости нас, Алва, что искушали тебя. Память 19 января, Макарий Египетский. Бесы ему, встань, не спи, пой. Память 21 ноября, Феофил. Бесы явились, с зажженными свечами. Однако же, не с чистыми, не восковыми. Светлой одежде, не в виде эфиопов. Стоило убрать из храма в проповеди, живую о Христе, воскресшим. И вновь, грядущим судить мир, как эту зияющую рану пришлось спешно закрывать суррогатом, елками, мышурой, явное идолопоклонство, запрещенное Богом, как поклонение деревьям. Бтие 3,6, Старозаконие 16,21, 19,5,2, Параллепопенон 3,1, 34,3, Иеремия 2,27, 3,9, 7,20, Иезекииля 20, 28, Осия 4,12, Аввакума 2,19, Пророка Захария 5,4. Дикарские языческие обычаи украшать деревья, как идолопоклонники в Монголии, введенные русским антихристом Петром I, насильно навязанные в России, укоренился сей злой обычаей и стал почитаться как ритуальный и священный. Цитата. Отец, терзающийся горькую скорбью, о рано умершем сыне, сделав изображение его, как уже мертвого человека, затем стал почитать его как Бога и предал под властным тайны и жертвоприношения. Потом, утвердившийся временем, этот нечестивый обычай соблюдаем был как закон, и по повелениям властителей извояние почитаемо было как божество. Кого в лицо люди не могли почитать по отдаленности жительства, того отдаленное лицо они изображали, делали видимый образ почитаемого царя, дабы этим усердием польстить отсутствующему, как бы присутствующему. Премудрость Соломона, 14 глава, 15-17 стих. Деревья – легкие планеты, а их портят в угоду прихоти безумной. Если долгое время будешь держать в осаде какой-нибудь город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти деревьев его, от которых можно питаться, и не опустошай окрестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление. Только те дерева, о которых знаешь, что они ничего не приносят в пищу, можешь портить и рубить, и строить укрепление против города, который ведет с тобой войну, доколе не покоришь его. Второзаконие, 20 глава, 19 стих. Кругом разорил меня, и я отхожу, и как дерево он исторг надежду мою. Ио в 19.10, Псалом 104.33. «В ту ночь сказал ему Господь, возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего и разрусь жертвенник ваала, которого отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем». Книга Судей, 6.25. «Разрешается украшать не деревья, что есть идолопоклонство, но ветками деревьев украшать». Цитата. «В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев, широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней». Книга Левит, 23.40. Множество же народа постелали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постелали по дороге». Матфея, 21.8. «В времена Иоанна, Златоуста, царица Евдоксия, украшала столб, посвященный ей, и свидетель вас стал против этого обычая и поплатился изгнанием и жизнью. Дерево служит прообразом нашей жизни». Цитата. «Не возноси себя в помыслах души твоей, чтобы душа твоя не была растерзана, как волк. Листья твои ты истребишь и плоды твои погубишь, и останешься, как сухое дерево». Сирахова, книга, 6.3. «Еще, иной, собираясь плыть и переплывать свирепые волны, призывает на помощь дерево, слабейшее носящего его корабля. Благословенное дерево, через которое бывает правда». И это было соблазном для людей, потому что они, покоряясь или несчастью, или тиранству, несообщимое имя прилагали к камням и деревам. Премудрость, 14.1. 7.21. «Из дерева будет капать кровь, камень даст голос свой, и народы поколеблются». Третья книга ездит, 5 глава, 5 стих. «Как только исчезла проповедь о Искупителе, о возрождении, о рождении свыше, о принятии Христа, не просто как спасителя мира, но лично своего спасителя перестали исполнять оглашенные изыдити, за полной невозможностью отличить улицу от церкви верующих от неверующих, волков от овец, так навсегда исчезли в исполнении слова оглашенные изыдитием. Произошла подмена божественной строгости на мнимую любовь малолетних священников. Правило святых и богоносных отец наших да соблюдается и всем. дабы воприсвятера прежде тридесяти лет не рукополагали, если бы человек и весьма достоин был, но отлагали до уреченных лет, ибо Господь Иисус Христос в три десятая лета крестился и начал учить. Подобно идиакам прежде двадцати пяти лет, идиаконисо прежде сорока лет да не поставляется и подьякон да поставляется не прежде двадцати лет возраста. Если же кто в какую бы то ни было священную степень поставлен будет прежде определенных лет да будет извержен. Шестой Вселенский собор 14-15 правило. Как же если всех вошедших под своды храма сразу же сегодня не причастить то сейчас же не крестить ах как бы они не погибли а то попадут под машину или другой несчастный случай. Произошла подмена истинной строгой заботы святого Парфения Бородского Напименовска Алексеевска в кавычках спасения всех забывая что мало спасающихся как и в Нойвом Ковчеге. Многие идут не на спасение но на погибель учил нас спаситель Христос. Идут ли через восторг демонстрации перед мавзолеем или через проходной двор в который превратили православную церковь в наемные неверующие пастыри. Они пасут сами себя для них храм золотое дно Эльдорада кормушка и ничего более. А Иоанн Златоуст говорит сначала наведи порядок а потом продолжи служение ибо порядок дороже службы пока они будут выведены из храма оглашенные или просто прохожане священник не имеет права продолжать литургию еще раз прерыв сугубый двери двери то есть дьякон сам должен пойти по рядам молящихся и проверить не остался ли там непосвященный и тогда закрыть на все пять замков двери храма три раза оглашенные изыдите и два раза проверьте и замкните двери где это есть сегодня может ли это выполнить хотя бы под страхом извержения Исса но даже патриарх пусть попытаются и поймут что перед ними Вавилон полное смешение а не храм толпа лошадей и свиней как говорит златоуст златоуст и составитель литургии ввешай этот пятикратный барьер недоступности третьей части литургии для отлученных не членов церкви и здесь подмена вместо оглашенных давайте остановимся хватит заметь красным и откуда и оторви это место пробел сделай ну что Виталий сейчас только гасит и сразу можешь выходить картинку приготовить на картинке желательно найти хорошую фотографию митрополита Владимира Екатеринбургского главная фигура ну там еще что-то сделаешь по результатам беседы я картинку сделаю я пойму что главное вену здесь показать чтобы сразу видно было сам смотри ну все тогда отходим вопросы а там же митрополит Кирилл был сейчас Владимир стал да Владимир везде поминают Владимир ну точно узнай Владимир и Владимир говорят везде сейчас везде Владимир и Владимир и в Украине и здесь Владимир это знаковая фигура почему-то везде фильмы и везде где говорят про антихриста везде Александр вот я все подмечаю это дело Александр его имя фильм антихриста Александр называется и здесь где-то у меня бывает нападает один за другим Александр 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 четыре нападающих и Александры как будто бы оттуда осколки летят там священник Максим выступал какой-то приходил с народом беседовал ему вопросы задавали а о чем там говорил ну ему вопросы задавали он не на один он не стал отвечать что это тарелки не будет ему задали вопрос ему задали говорите я поневоле начинаю думать ему задали из народа очень простой вопрос сколько во сколько обойдется строительство это храма я не знаю конечно же не на свои же он будет строить не знаю ему задает вопрос не лучше ли бы эти деньги пустить на богоугодное дело пока строить больницы сирот стариков И он говорит, я не буду отвечать на этот вопрос Потому что вы осудили А этот говорит А что вы деньги будете отмывать-то Вот вы осудили Он говорит, ничего я не осудил, я предположил Я сделал предложение, а эти деньги На строительство храмов Вы всегда говорили, храмы закрыть, а деньги пустить на Евангелие На печать Чтобы народ просвещать Школы катехизаторские В больнице тоже, в больницах проповедовать Сестры милосердия Нет, не отвечает он Из одной и той же обоймы Да Я отхожу, если вопросов нету С Богом Виталий, жду А вы помолите, чтобы у нас благополучно было Благослови Господь С Богом, спаси Христос С Богом, аллилуйя